Друзья, витаю! Добрый день! С вами Сергей Бодя. Сегодня 15 апреля. Мы находимся на поле с посевом Яровойчми. И тут зеленое. Подойду покажу вам. Чуть-чуть позже. Это падалица зимовая чменя. Вы видите, какая-то темная. Шикарная. Удобрения мы не уносили. Еще один фунт пациентов в кисти, где цена в них не проводили работу. Давайте проверим наш Яровойчмень. Он где-то есть. Сейчас зуммер поменяю. Мы видим, что есть начало укушения Ярового ячменя. У нас вот осадки непривычно нам для нашего зоны степи. Еще в апреле месяце осадка выпала больше 100 миллиметров. Для нас это нетипично, когда у нас в году 180-220 миллиметров осадков идут за 3 недели столько выпало. И на завтра опять обещают. Вот. Много пошло сорняков. И мы, скорее всего, что после Пасхи сюда только попадем на это поле. Посев был без удобрения. Я хотел показать один момент такой интересный, друзья. Сейчас. И на зимой пшеницу у нас там тоже. Вот, смотрите, донник растет вместе с ячменем. Смотрите, сразу цвет ячменя. И кущение пошло лучше. Вот. Так, давайте копнем. Уже тогда эти обе культуры понаблюдаем, что же тут хорошего мы увидим. Вот наш ячмень, как он выглядит. Видите, да, пошло впущение. И вот донник. Ну, в доннике сейчас, наверное, рановато искать, да, бульбашки азотные. Но они же были до этого. Он же здесь не первый год растет. И мне нравится, что растение более здоровое. Идет, если взять это. Хотя, может, это от ветра. Травма физическая. Так, ничего не понятно то, что я хочу увидеть. Я думал, вижу тут азот уже дает больше азота. Растение больше кустится. Но тут надо наблюдать. Но сам факт, что посев без удобрений, я думаю, что донник нам накопил его и органического вещества. Потому что тут его раньше очень много было и обидно. И в Азимове ценица. У нас там его тоже очень много. И мы еще не работали там гербицидами. И вот мы зашли на падалицу азимового очменя. Где тут был посев, культурный посев азимового рапса. Азимовый рапс. Безалага ты наш. Не видел ни удобрений. Смотрите с этим азимовым очменем. То густо, то пусто. Азимовый рапс не чувствует себя комфортно здесь. Где-то тут много солончака. Пусть себе пробивает корневую систему. Делает структуру почвы. Его уже забачили. На урожай мы не это. Но для того, чтобы он разрыхлял эту почву солончаковую. Где-то вам местами, видите, удался. Не рост регуляций. Ничего мы ему не делали. Не инстинктицидные обработки. Поэтому, я думаю, тут будут повреждения. Я их вижу уже. У нас есть хоршерский ножик. Разрежем. Стоять.